Всем привет! Это Андрей Курейчик, новый карантиноблог. Спасибо огромное за то, что подписываетесь, ставите лайки, комментируйте. Сейчас это очень важно. Спасибо, что смотрите мою пьесу в разных вариантах, что голосуете за нее на сайте Болгарской премии. Спасибо, друзья! Всем от меня большой респект. Ну что, сначала поговорим про фильм «Манкурты», который вышел на ОНТ. Такое, значит, залихватское, шпионское кино документальное. Тут они пытаются, наверное, как бы поспорить с Беларусьфильмом, который когда-то снял знаменитый шпионский фильм «Мы братья» с Эриком Робертсом. Вложили туда херову тучу, значит, государственных денег, заработали 1% от этого и все довольны. Ну вот теперь ОНТ решила тоже. Значит, фильм идеально соответствует своему названию. Ну, кто не в курсе, «Манкурт» – это, согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину. Ну, «Манкурты». Это вот эти несчастные офицеры, которых взяли в рабство и полностью подчинили своему хозяину. Ну, так и есть. Название идеальное. Ну, что увидели мы в этом фильме еще? На самом деле, если убрать всю эту там шпионскую шелуху комедийную, мы увидели правду. Действительно, в органах все еще есть приличные люди, которые, видя беспредел своего начальства, пытаются об этом сообщить обществу. И что это очень опасно, но они все равно это стараются сделать. Мы увидели, что действительно Макар, такой вот политик, блогер и бывший сотрудник спецслужбы Степан Путила пытаются найти информаторов в правоохранительных органах и готовы платить за эту информацию. И действительно, они идут на этот контакт. То есть, это никакие не фейки, это реальные люди, которых они ищут. Да, действительно, не всегда все идет удачно. Это война. Знаете, даже Штирлица разоблачили. И радистку Кэт. Ну, что делать? Это война. Враг умный и работа разведчика самая всегда сложная, когда ты находишься в стане врага. Ну, да, бывает, что разоблачают. И, конечно, это будут серьезные приговоры. Измена Родине. Жалко и этих ребят. Действительно, вот видно по лицам, что это приличные такие люди. Жалко и эту женщину, которая искренне пыталась помочь. И этого проводника. Ну, посадят их. Ну, сидеть они будут ровно до того момента, как сменится власть. Да, выйдут героями, получат свои медали, ордена. Будут сажать уже тех, кто их сажал. Ну, все понятно. Это такой круговорот истории. Это было много-много раз. Сначала гитлеровцы сажали советских разведчиков, а потом советские войска вешали этих гитлеровцев. Ну, все это туда-сюда, все понятно. Вот, значит, попытались отмазать, в очередной раз как-то обелить Массандру. Это вот это очень смешно. Потому что весь фильм, если вы заметите, когда камера снимает человека, идет звук от камеры. Всегда. Вот этих разведчиков, там, эту женщину, проводника, там, когда Макара прослушка, неважно. Всегда идет звук от камеры. И единственный маленький фрагмент, где губы говорят Массандры, а звук идет с прослушки. Ну, что это означает, друзья? Ну, это означает, значит, кто занимался кино, прекрасно понимает, что значит губами попасть в текст. Вот и все. Тем более, что это не отменяет фотографий с того двора, где убили Бондаренко. И там на этих фотографиях прекрасно видно, кто там был. Прекрасно видно эти фотографии на Тутбайе. Можете зайти посмотреть. Там лица вы узнаете. Даже вот с этой маской лица вы узнаете. Они все сфотографированы. Вот. Ну, а так, да, да, действительно, мы ощутили, что в органах нет никакого доверия друг к другу. Что все друг друга слушают. Все друг друга подозревают. Что, да, приличные люди там есть, а их пытаются изловить. Ну, да, новость, что ли. Ну, так и есть. Что там царит атмосфера тотального недоверия друг к другу. Вот такая там семья единомышленников, террариум, да, где одни других ловят бесконечно. Ну, да. Вот такая атмосфера там. Ну, кому-то может нравится в такой атмосфере работать. Я так понимаю, что большинство там точат лыжи. И как только вот появляется какая-то возможность предложения свалить, мы видим, как они с легкостью и радостью, так сказать, готовы покинуть эти прекрасные, значит, пределы. Вот. Вторая новость, которую тоже хочется обсудить, это, ну, это фантастика. Значит, белорусский суд, человека судят за то, что он хранил книгу. За хранение книги. Книга называется «Белорусская национальная идея». Это сборник интервью разных действительно важных, известных белорусов, в основном писателей, там, всяких интеллигентов, философов. Да, вроде там, Владимира Орлова, не знаю. Да, всех там, каких-то музыкантов, много-много интервью, я там тоже есть, которые приходили на Еврорадио, официально зарегистрированное Еврорадио, и разговаривали с ведущим, Дмитрием Лукашком. И говорили про белорусскую национальную идею в прямом эфире. Никого, эти эфиры все выкладывались, их распечатка выкладывалась, все это есть. Никого это вообще не трогало. И тут, когда это просто опубликовали в виде книги, которая получила уже кучу премий, она вся распродана, потому что действительно интересно, как люди думают про национальную идею белорусов, значит, ее вдруг объявляют экстремистской. Я не знаю, что это означает. Означает ли это, что все несколько сот интервью, и, значит, людей, которые давали это интервью, становятся автоматически экстремистами? Не знаю. Означает ли это, что некоторые из них становятся экстремистами? Означает ли это, что Еврорадио становится экстремистской организацией, потому что там были произнесены эти слова? Я не понимаю. Потому что, ну, захоронение книги, человека судят в суде. Захоронение книги. Уж кому-то показалось, что она экстремистская. Хотя, ну, это все было в открытом эфире, и никогда никаких проблем не было. Ну, это шиза вот белорусского сейчас этого, значит, состояния, когда судят всех за все. Вот просто всех за все. За таблички на доме, за какого-то курьера, который доставлял одежду, доставлял пиццу или что там, значит, за его фирменную куртку. Она просто красная, там, с какими-то белыми элементами. Они дали, там, тысячу с чем-то рублей. За все. Но, я хочу, но мне кажется, что тут есть и глубже пласт, потому что действительно стоит вопрос, а какая сейчас белорусская национальная идея? Чего боятся, вот, лукашисты? У них идеи нет национальной. Вот, да, они такие, типа, мы с Россией, мы самостоятельные, мы с Советский Союз, мы то, мы сё, мы в лаптях были, значит, сейчас из лаптей вылезли. Полный, значит, трэш, мозаика противоречащих друг другу элементов. Никакой национальной идеи у Лукашенко нет, не было, и нет ни у кого из его окружения. И мы видим, что эти бедные идеологи и в вузах, и в школах, и на предприятиях, они мучаются, потому что когда спрашивают, а какая идеология? Хорошо, вот вы идеолог, получаете зарплату. Какая идеология у Беларуси? Они не Беннима, не Кукареку. Никто не может сформулировать. Нету этой национальной идеи. Поэтому, когда люди умные, действительно, интеллигенция, сливки белорусского общества, интеллектуалы, попытались это сформулировать в книге, это стало экстремизмом. Потому что как только у белорусского народа появятся национальные идеи, ну, слушайте, они вот эту вот, всю эту темную, как бы, муть лукашенковскую, это все уйдет. Будет слито в бачок за одну секунду. Вопрос в другом, что действительно, это проблема, что для большинства населения, ну, вот, это травма такая, этой национальной идеи нет. Да? Нет. Там у американцев есть их американская мечта. Кем бы ты ни был, какой бы национальности ты ни был, откуда бы ты ни приехал, как только ты получил национальный паспорт, ты имеешь право реализовать свою американскую мечту. Это идея, там, национальная США, да? Ты американец. Ну, не знаю, там, итальянцы считают, что они зачинатели европейской цивилизации. И греки так считают. Ну, хорошо, тоже может быть. У русских, там, их национальная, значит, идея, ну, не у всех, а такая, у этого, как бы, у этой массы империя. Мы империя, Россия, русский дух, русский мир, да? Мы не такие, как все. Мы отдельная православная цивилизация и т.д. и т.п. Вот это вся муть. Значит, да, у украинцев сейчас, как ни крути, национальная идея – это перестроить полностью, создать национальное самосознание нового уровня. Да, украинская мова, прежде всего, украинские традиции, украинская история, украинский стиль в одежде, во всем. Значит, Украина – это не Россия, Украина – это Европа. Вот, как бы, там такие мысли. А какая у нас? Мы Европа, Беларусь? Мы, как бы, за белорусский язык? Или мы за русский язык? Или мы за двуязычие? Мы за независимость? Или мы за союз с кем-то? С европейцами? Европейский союз или с русскими? Вот это союзное государство. Куда нам идти? Кто мы? Где мы? В какой точке? Что такое белорусское счастье? Что такое, ну, это там тихо сидеть, получать нормальную зарплату, и абы не было войны, чтобы никто не трогал, чтобы тихаря? Что это? Я задаю вопросы, потому что, на самом деле, я сам, об этом много думая, не могу это внятно сформулировать. И прошу вас в комментариях помочь мне. Давайте попробуем сформулировать эту самую белорусскую национальную идею, да, которая, может быть, еще не привита всем. Даже, что значит, не привита? Она точно не привита в народ. Но ее надо бросить, ее надо развивать, ее надо вырастить. Только просто в чем она может быть? В чем может быть национальная идея? Это может быть, конечно, сейчас идея свободы, потому что мы жили в несвободе. Сейчас строят концлагерь вокруг нас. Да, загоняют в стойло, пытаются нас выдрессировать, превратить в послушных вот этих самых манкуртов, которые сами про себя кино сняли. Да, вот это пытаются сделать. Это нам не подходит, значит, у нас какая-то обратная история, мы ищем свободы. Почему мы выходили в августе в таком количестве, те люди, которые никогда в жизни не выходили? Никогда в жизни не выходили на улицу. Вдруг откуда-то нашли бело-красно-белые флаги и вышли одни, с детьми, с семьями, с друзьями всех возрастов. Что нас туда повело? Какая национальная идея вдруг проснулась в нас? Кто это может сказать? Это очень важный момент. Она должна быть, да, объединяющая. Не разъединяющая, а объединяющая. Она должна быть, как мне кажется, достаточно позитивной при этом, потому что мы устали жить в негативе, в черном цвете. Хотя бывают и негативные национальные идеи, там кого-то победить, от чего-то освободиться. Тоже так бывает. Но наш ли этот случай? Или наш случай все-таки искать что-то светлое, позитивное, туда к нему идти? Вот как выглядит национальное самосознание белоруса сейчас? Есть ли оно национальное, я подчеркиваю? Насколько мы себя идентифицируем белорусами? И если мы себя идентифицируем, что нас отличает от других? Что нас отличает от русских? Что нас отличает от украинцев, от поляков, от литовцев? Это очень важные вопросы. Именно поэтому эту книгу, ее пытаются запретить. Потому что это самые главные вопросы. Как только белорусы начнут думать, они перестанут быть стадом. А вся задача не дать белорусам думать. Вся задача показывать им фильмы про манкуртов, понимаете? Лабуду эту. А не дать им думать, кто они на самом деле, чего они хотят, куда им надо идти. А мы будем думать на нашем небольшом канале. И будем рассуждать на эту тему. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь. Оставляйте свои мнения. Поверьте, сейчас очень важно. Сейчас самое важное. Одержать победу, пока мы не можем просто выйти на улицу и получить по башке. Эту победу надо одержать идеологически. Эту победу надо одержать в головах. Эту победу надо одержать в сердцах. Эту победу надо в сознании, в своем собственном одержать. Для начала. Вот. И тогда встанет следующий этап. Это физическое какое-то действие. Что делать дальше? Но сначала здесь. Подписывайтесь, пожалуйста. Комментируйте. Мне будет очень интересно почитать. Самое интересное я тогда прочитаю во время следующих стримов. Всем пока. Это был Андрей Куревичек.